Последнюю перед выступлением Хилари Клинтон речь произнесла ее дочь Челси, которая и уступила сцену матери. Всего в ходе четырех дней филадельфийского съезда к делегатам обращались десятки ораторов, включая двух президентов Клинтона и Обаму, также звезды шоу-бизнеса, общественные активисты, мэры, конгрессмены и сенаторы. Однако одну речь совершенно неизвестного широкой общественности человека американская пресса признает самым сильным ходом и настоящим открытием штаба Хилари. Историю этого человека и его выступление на съезде Демпартии обозреватели назвали самым сильным моментом за всю гонку. Хизр Хан, американец, эмигрировавший в страну много лет назад из Объединенных Арабских Эмиратов. Его сын, офицер армии США, капитан Хумайюн Хан, 12 лет назад погиб в Ираке в результате атаки террориста-смертника. Наш сын Хумайюн мечтал стать военным адвокатом. Но его мечты отошли на второй план. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти жизни своих сослуживцев. Эта эмоциональная речь заставила задуматься миллионы американцев. Отца, потерявшего сына, никак не заподозришь в лицемерии и политических играх. Выступление Хана было направлено не столько на поддержку кандидатуры Клинтон, сколько на развенчание идей Трампа. Кандидату республиканцев нет дела до гражданских свобод, нет дела до ветеранов, равно как и до армии в целом. Полвека назад, когда в США действовала обязательная воинская повинность, а во Вьетнаме шла война, получивший несколько армейских повесток Дональд Трамп ответил на них несколькими медицинскими справками. Тогда 20-летний Трамп был либо болен, либо недостаточно здоров, чтобы исполнить свой гражданский долг. Примечательно, что сейчас, спустя почти 50 лет, кандидат-бизнесмен называет себя здоровым, как бык, и с легкостью позволяет себе издевки в адрес ветерана Вьетнама, сенатора Маккейна, проведшего в плену пять лет. Для Хизра Хана в Дональде Трампе соединилось все то, что до сих пор было стыдно произносить вслух. Вы когда-нибудь бывали на арлингтонском кладбище? Сходите туда, посмотрите на могилы смелых патриотов, которые погибли, защищая Соединенные Штаты Америки. Там вы увидите могилы людей всех вероисповеданий, полов и национальностей. Вы же ничем не пожертвовали и никем. Мы не можем решить наши проблемы, возводя стены. В заключении мистер Хан напомнил республиканскому кандидату в президенты о главном для США документе. Этот эпизод съезда теперь, вероятно, войдет в историю и учебники по политологии. Хилари Клинтон была права, когда называла моего сына гордостью Америки. Если бы слово было за Дональдом Трампом, мой сын никогда бы не попал в Америку. Дональд Трамп последовательно очерняет образ мусульман. Он не уважает меньшинства, женщин, судей, даже лидеров своей партии. Он обещает построить стену и поставить нас вне закона. Дональд Трамп, вы просите американцев доверить вам их будущее? Позвольте спросить вас, вы когда-нибудь читали Конституцию Соединенных Штатов? Я с радостью дам вам почитать мой экземпляр. Съезд Демпартии завершен. По единодушному мнению экспертов и наблюдателей, включая и многих консервативных комментаторов, он резко обошел по популярности и рейтингам аналогичное мероприятие республиканцев. В выступлениях делегатов партии «Слона» неделю назад главенствовали темы страха перед чужаками, пессимизма, откровенной дискриминации и безысходности. Демократы ответили на это своим видением американских ценностей. Кому поверят избиратели, станет известно через три с небольшим месяца, в течение которых Клинтон и Трамп могут и, несомненно, будут продолжать бороться за каждый голос.